Уважаемые дамы и господа, сегодня более приятная часть нашего сегодняшнего вечера, праздника, концерт музыки эпохи барокко. Я приглашаю сюда к инструменту, на ковер, на сцену, Людмила Стану Горбовец, профессор Врачевна Шумовна, который все время признает на комнате, рекомендую музыкальку и музыкант. Есть слово. Сегодня будет короткий комментарий. Я вас всех поздравляю с замечательным праздником. Спасибо тому, кто это придумал, Международным днем музеев. Потому что музеи – это те учреждения, которые хранят для потомства наши достижения. Достижения прошлого времени, достижения недавно минувшего времени и будущее, то, что откроют творцы, люди творческие. В каждом человеке есть творческое начало, но кому-то Бог дарует необыкновенный талант, необыкновенный дар. И этот дар согревает необыкновенное количество людей, помогает им стать личностями, людьми, а не толпой, народом, вообще кем-то. И поэтому я вас искренне поздравляю с этим дорогим праздником. У вас замечательная экспозиция здесь, которая посвящена, во-первых, графике. Это утонченный жанр, утонченный род искусства. Во-вторых, графики не просто так, а графики, которые соединяют нас с замечательным временем. Эпоха Возрождения, эпоха Барокко, эпоха классицизма. То есть время, которое от нас отстоит достаточно далеко, и мы можем равняться как бы по тем достижениям, можем сравнивать то, что сейчас делается в искусстве, в частности, в графике, в живописи и так дальше. Кроме того, в вашей экспозиции только в другом помещении есть совершенно потрясающее собрание уральских художников, живописцев, скульпторов, и среди них работы Миши Шаевича Брусиловского. Если говорить о России современной, то, наверное, лучшего художника, более сильного, мощного по дарованию и по мастерству виртуознейшего именно академика живописи, ни по диплому, ни по бумажке, а по сути своей, вот такого художника, равного по силе, по гению, Брусиловскому сейчас в России нет. И поэтому мне хочется сказать – спешите насытиться его работами. Они дают всегда жизнь, они всегда согревают, в них масса энергии, в них масса тепла и любви. Я рада, что я успела написать книгу об этом, и она сейчас вышла в издательстве Уральского государственного университета. Ее можно в Екатеринбурге купить в магазине. К сожалению, с собой я ее не привезла, имея в виду, что мы еще встретимся. И там большой раздел посвящен творчеству Миши Брусиловского. И концерт сегодня, посвященный музыкальному барокко, я хотела бы играть и с моим партнером играть в его честь, потому что это художник, который должен жить хотя бы еще, ну, немногое время, потому что ему уже много лет. И, как вы понимаете, жизнь наша отмерена на небесах. Итак, мы начинаем. А начнем мы с благословенной эпохи XVI век, время Рафаэля, время Шекспира в Англии, время Леонардо, очень ревнивого художника, ревнивого к чужим успехам. Я предлагаю вам сейчас послушать музыку английских авторов XVI века, потому что Англия в те времена была достаточно таким развитым государством, хотя в те времена Европа хоть и была раздроблена, связь существовала между всеми городами, городами-королевствами, городами-республиками. Очень легкая. Жители Лондона служили по дипломатической службе и являлись, как говорили тогда, шпионами, потому что добывали сведения о том, как живут, скажем, в Италии, в Риме, там, в Ватикане, еще что-то. Вот такие связи были. И сегодня будет звучать музыка Англии, Нидерландов, Брюссель, Фландрии, Германии, Франции, вот всей Западной Европы, если угодно, потому что в России тогда было очень плохо с этим делом. По сути дела, феодализм еще был в те времена, а вот там искусство процветало и обогащало людей, как выяснилось на многие столетия вперед, не только с тех современников. Итак, мы начинаем. И я хочу начать пьесой Уильяма Бёрда, современника Шекспира, которая называется «Альман», то есть немецкое, подражание немецкому стилю. Это очень красивое издание, такое на английский манер изданное. Клавесины в ту пору в Англии назывались «Вирджиналь». Как правило, миниатюры строились по определенным законам. Композитор сочинял какую-то мелодию, а потом давал вариант ее, потом еще мелодию, а потом снова вариант этой мелодии. И поэтому вот такая вот пьеса строилась обязательно в нескольких частях, и вы услышите, как это на практике было. Я попробую уподобить наш рояль, дорогой, красивый, замечательно настроенный сегодня. Не надо. Клавиру. Как правило, такая музыка звучала в салонах, в закрытых небольших помещениях. Тогда еще не было шикарных залов, тогда не было востребованное концертное дело. Это были камерные такие вещи, и даже театральная музыка, даже театральные представления умещались в небольших залах. Их музыка сопровождала. Шекспир страстно любил включать всякие музыкальные фокусы в свои пьесы и в смысле стихов, и в смысле действительно наличия музыкального сопровождения, как сказали бы сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другой англичанин, опять же, современник Бёрте. Бёрт родился, чтобы вы ориентировались в истории, в 545 году, умер в 623, то есть это вторая половина 16 века. Композитор, которого я хочу вам сейчас представить. Жил приблизительно в это же время, и так как он был, опять же, тесно связан с Италией, он написал такую амарилию диджулио романа. Амарилия, значит, посвящение, пьеса в честь. Так вот, пьеса в честь Джулио романа представляет английский стиль с итальянскими такими вкраплениями, течениями. Это несколько меланхоличное такое размышление о жизни, о суете и так дальше. Джулио романа, кто это такой? Это любимый ученик Рафаэля, который жил чуть позже и считается как бы зачинателем нового стиля, стиля маньеризма. Маньеризм – это когда основное направление начинает как бы разрушаться, переходить постепенно в другой какой-то стиль. Вот к маньеристам относится, например, Эль Грека, испанский художник Грек по происхождению, так его фамилия и называется, Эль Грека. Ну и, в частности, Джулио романа. Сейчас вы услышите, это более развернутая пьеса, потому что там, ну, более такой развернутый сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Именно к искусству барокко Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь я приглашаю моего партнера по сегодняшнему концерту, Александра Терещука, лауреата премии, солиста и так далее. И мы будем вместе вам играть музыку барокко, музыку, которая относится к новому стилю музыкальному, который открывал, в частности, Пёрсел. И мы играем того же автора, то есть Генри Пёрсела, сонату для виолы и клавесина, соната соль минор в четырёх частях. Генри Пёрсела 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 И поэтому это не вполне те сонаты, которые мы знаем по творчеству Моцарта или Бетховена. Это скорее изящные такие миниатюры по принципу контраста, объединенные, где можно показать виртуозность своего инструмента и певучесть его, пластичность его. И сейчас большая пятичастная композиция соната «Соль минор» брюссельского композитора Жан-Батиста Лио. Он, естественно, пишет тоже в традициях итальянского бальканта, итальянского инструментализма. И поэтому тема итальянского ворока, который окружает вас, в гравюрах вполне соответствует его стилю. Моцарта 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы играем небольшую сонату Скарлати для виолы и клавесина, которая в тональности до-мажор, в которой четыре части. Да? Да, все верно. Все верно. Вы оцените совсем другой стиль письма. КОНЕЦ 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 вас миниатюрами, которые более светский такой, развлекательный характер имеют. И самое главное, что это почти мистификация, потому что пьесы Луиджи Баккерини, это итальянец, да, Франсуа Куперен, это француз Леклера и так дальше, обрабатывал знаменитый композитор и виолончист XX века. Композитор, конечно, Касада. И именно в его обработке мы сыграем сейчас миноэт Луиджи Баккерини. Это уже приближение почти к XIX веку. Луиджи Баккерини представляет расцвет итальянской скрипичной школы и виолончейной школы и вообще инструментальной школы. Луиджи Баккерини. 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 Луиджи Баккани. КОНЕЦ 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 ФРАНСУА КУПЫРРАН ПАСТАРАЮ КОНЕЦ 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 1697-1764-й Уже XVIII век вполне. Тамбурин. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» 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 «Вилуа» Был выдающимся инструменталистом, мастером виолончели и открыл совершенно новые достижения, новые направления в развитии этого инструмента. И сейчас мы играем для вас в заключении программы прелюдию из его сюиты ре минор. Прелюдия строится опять же по принципу медленно-быстро, поэтому не пугайтесь, когда из прелюдии вы услышите две как будто бы пьесы. На самом деле она одна. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Мы вам желаем вместе с моим партнером очень хорошо внимательно слушать музыку и уже разбираться в разных стилях и в разных направлениях, как это рекомендует тот музыковед, который жил во времена РВЛОА. Разные есть в искусстве направления. Одно может нравиться, другое не очень, но все они заслуживают внимания. Всего доброго! Огромнейшая вам благодарность за то, что вы нас окнули в этот синтез музыки и нашей графики. Окунули нас в XVII век и даже в двух возрождений. Это было так приятно, чертовски. Спасибо вам еще раз и надеюсь, что мы продолжим наши. Продолжим обязательно. Нашу дружбу. У нас в программе очень много мероприятий интересных. Спасибо. Спасибо. Ну, сегодня мне осталось только нечего поздравить вас с нашим профессиональным праздником, с Днем музеев. И всех вас ждем на Ночь музеев 21 мая. Спасибо. 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 Продолжение следует...